Всем привет! Сегодня я протестирую бюджетный внешний бокс для SATA накопителей от Арика, акция на которой не так давно публиковалась на Миска. Сегодня я получил его, и сразу же решил протестировать. Думаю многие также заказали такой внешний бокс по этой акции, ведь цена была смешная, и мне он обошелся всего в 165 рублях. Очень интересно было посмотреть, что это вообще будет за такие то деньжища, но учитывая, что бренд известный, смело заказал. В я обзоре сравню данный бокс с более дорогим USB 3.0 Tool SATA 3 переходником Агрин 900 308, который побывал у меня на обзоре ранее. Забегая вперед, скажу что за свои деньги, даже без акции, бокс хорош, но есть и незначительные нюансы. Итак, поехали. Сначала рассмотрим что же пришло. Пришло все в фирменной коробке, но немного пострадавшей при доставке. Внутри ничего не пострадало. Бокс с обоих сторон выглядит конечно крайне бюджетно, едва ли видна надпись RICO, но нам же не любоваться им, а использовать. Пластик среднего качества. Я выбрал самый бюджетный вариант с Micro USB B-коннектором, такой кабель применяют в портативных жестких дисках, был еще более дорогой вариант с Type 100. Комплектный кабель по длине почти 0.5 метров, качество хорошее. Один такой кабель по сути стоит почти половину того, что я заплатил за весь комплект. Теперь попробуем установить внутрь накопитель. Для тестов будет использоваться SSD Samsung 860 EVO на 250 ГБ, со свободным местом в объеме около 80 ГБ, скорость его работы превышает максимальную скорость USB 3. 0 портов в моей MP с потолком примерно в 360 МБ, C по чтению. Чтобы установить накопитель, нужно открыть бокс, вот выдержка из инструкции открываем корпус. Внутри лежала еще наклейка для демпфирования и уплотнения накопителя в боксе, чтобы установился туда плотно. После установки накопителя и закрытия крышки, он действительно сидел там очень плотно, без каких-либо шевелений и дребезга. Кстати, размеры у бокса такие, внутренности использован контроллер GMC578, инфа по нему. Бокс должен работать на ОС семейства Windows, начиная с XP и до Windows 10, и 11 вероятно тоже, также есть поддержка МЭКОС, ну и под Линукс, также думаю заработать должно. Тесты. Начнем тестирование с более дорого переходника Агрин 900 308, он будет за эталон. Данные о накопителя, при подключении через переходник, беру и копирую два файла по 33 ГБ с быстрого EVM SSD на SSD Samsung 860 его на 250 ГБ, подключенного по USB 3.0, USB 3.2 Gen 1 на 1,5 ГБ с. Тут у меня уже тормозной порт на MP, и скорость упирается по сути в него, и составляет около 300 МБ, C, на запись. Скорость крайне стабильна во всем отрезке времени. Далее, читаю ранее записанные файлы с SSD Samsung 860 его, и записываю их на быстрый EVM SSD Samsung 970 его пласт на 500 ГБ, получаю скорость около 340 МБ, C на чтение с SSD Samsung 860 его через переходник Агрин 900 308. На SSD Samsung 970 его пласт около 100 ГБ свободного места, и он даже толком не загружен во время записи, а вот SSD Samsung 860 его при чтении отдает 100% от возможной скорости. Скорость стабильна. Ну и результат тестов Crystal Disk Mark на закуску. Далее уже переходу к сегодняшнему герою, боксу Arico 25PV1U3. Тесты те же самые, как и накопитель. Но тут же всплывает первый нюанс, выражающийся тем, что бокс начинает глючить при подключении к переднему порту USB 3.0. Глючая и вешая ПК при копировании, очевидно, что не хватает мощности от порта. Корпус у меня дешманский Китай, внутри видимо не очень хорошая проводка, и бокс уже не переваривает такой поворот событий, но тот же Агрин 900 308 там же работает без сбоев. Подключаю бокс в задний порт, и там ожидаемо все работает нормально. Данные о накопителя, при подключении через бокс, как видим накопитель здесь также работает через ААС, USB и ТЭЧТСКСИ протокол. Отличий от более дорогого переходника Агрин 900 308 не наблюдается. Скорость записи на SSD Samsung 860 ИВА. Скорость записи ниже чем на Агрин 900 308, почти на 50 мегабайтов СИ. Скорость чтения с SSD Samsung 860 ИВА. Скорость чтения около 346 мегабайтов, что в целом идентично таковой у Агрин 900 308. Далее я решил заморочиться, и выяснить сколько же потребляют оба устройства. Кстати, ни переходник, ни бокс не имеют отдельного порта для подачи внешнего питания. Для этого я измерял потребление непосредственно при подключении к USB порту, а также через хаб Агрин АС 216, на который я дополнительное питание от порта удлинителя Агрин 400 280. Данные по потреблению получены с помощью тестеров НВАРСи ФН 48. Начнем с Агрин 900 308. Подключаем. При работе через хаб, потребление около 0 часов 55 минута, при 5, при параллельной записи двух файлов, как на самом первом скриншоте тесто. Далее удаляем файлы, но ток сильно не падает, так как SSD после команды Trim приводит память в порядок. В простое потребление такое, при прямом включении в передний USB порт, под нагрузкой, запись тех же 2.10 файлов, данные такие, в простое. Обратите внимание, что в простое напряжение 5.06, в и потребление около 0 часов 81 минуты ВТ. При нагрузке, напряжение просело до 4.92, теперь очередь за Арика 25 ПВ1-Ю3. Подключен он точно так же, как Агрин 900 308. Потребление при нагрузке, запись тех же 2.10 файлов, потребление в простое, хаб с отключенным SSD, тут питание от зарядника на 2А, теперь подключу его напрямую к переднему порту системника. На холостом ходу потребление около 0 часов 72 минут ВТ. При подключении бокса через передний коннектор, если к накопителю нет обращений, то все нормально, если начать на него запись, то тут же ПК зависает, а ток немного скачет, видимо при попытках начать запись, оканчивающихся неудачей. Как видим, Арика 25 ПВ1-Ю3, при записи, потребляет он всего 2.7 ВТ, что даже меньше чем Агрин 900 308, с его потреблением 2.81 ВТ, но видимо более болезненно реагирует на пониженное напряжение, и начинает глючить. Тут конечно больше проблема отдельно взятого, моего ПК, но имейте в что проблема может повториться и на другом ПК, с корпусом сомнительного качества, с разъемом не способным обеспечить 0.9 оттока, согласно стандарту USB 3.0 без сильной просадки напряжения, 5 выводы. Бокс работает хорошо. Учитывая стоимость данного бокса, даже по текущей цене без акции, однозначно могу рекомендовать его к покупке. АТЭД, смотрю сейчас есть скидка на этот бокс, карман опубликовали буквально перед моим обзором, ссылка. Чуть дороже, чем было ранее, но тоже дешево. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok